Густые леса и полноводные реки. Просторные луга и кристальные озера. Многообразный животный и растительный мир. Уникальное историческое и культурное наследие. Всё это – Земля наша. А это – главное богатство Земли нашей. Её люди. Субтитры создавал DimaTorzok Трудолюбие, внимательность и дисциплина. Качества, которые необходимы для успеха в любой сфере. А особенно, когда трудишься на производстве. Светлана Шитова, по словам коллег-человек ответственный и добросовестный, на одной из градообразующих предприятий Калинковичского района, мебельный комбинат, устроилась работать 8 лет назад. Мы находимся на участке облицовочного пресса. Вот это непосредственно моё рабочее место. Мы политые детали, которые к нам приходят с поливки, улаживаем на подложки и отправляем, накрываем плёнкой и отправляем в пресс. Там они покрываются плёнкой, потом мы их обрабатываем и отправляем на участок сборки. Там их упаковывают, собирают и отправляют на склад в день. До 80 прессов мы делаем именно количество прессов, не деталей, потому что на пресс ложится, может быть, две детали ляжет, если они большие. Если маленькие, то их может быть до 20 штук. В Калинковичском районе Светлана Шитова проживает с 19 лет. Поначалу уроженка Ленинградской области приезжала навестить родственников. Встретив будущего мужа, решила остаться навсегда. Работать пошла в РАЙПО, учитывая полученный ещё в России диплом Калининградского торгового училища. Оказавшись в этой сфере, Светлана столкнулась и с физическим, и с умственным трудом. Приходилось и у прилавка стоять, и товар разгружать, и бумажную отчётность вести. После второго декрета пришла мысль о смене деятельности. По совету подруги из торговли Светлана перешла на мебельное производство. В первое время, конечно, сложно, не получалось. Но опытные работники, которые со мной были, ну и мастера, потихоньку и научили. Стало получаться. Сначала год проработала на поливке, потом перевели на пресс меня. Ну и уже вот почти 7 лет проработала на прессу. Умения и сноровка пришли с опытом. Но ничего бы не получилось без усердия и желания. Светлана Шитова отмечает, что была воодушевлена новой деятельностью. И это нисколько не пугало, а наоборот вызывало неподдельный интерес. И главное, что Светлана смогла доказать другим и прежде всего себе, что не стоит бояться перемен. У меня как-то оно быстро получилось. Быстро я схватила. Даже меня как бы и разряд мне повысили сразу через три месяца. Да, через три месяца моего. Ну как бы учеником я ходила три месяца. После трех месяцев мне сразу повысили со второго разряда на третий. Труд Светланы Шитовой простым не назовешь. Но на усталость она не жалуется. Говорит, за 8 лет, проведенных на мебельном комбинате, жалеть о решении когда-то покинуть торговлю не приходилось. И причин много. Это и дружный коллектив, и достойная заработная плата, и возможность радовать людей. У нас нет легкого труда. Нет. У нас, куда ни пойди, у нас везде тяжелый труд. Даже в той самой торговле, там надо мыслить головой, отчеты. А здесь более физически. Но я не жалею. И полезно для себя, и для людей. Делаем приятную, красивую мебель, чтобы людям было приятно. Светлана Шитова пользуется заслуженным авторитетом в коллективе. К ней всегда могут обратиться за советом коллеги, услышав при этом правильные и нужные слова. Руководители знают, что это работник, перед которым можно ставить любые задачи. И они обязательно будут выполнены. Приятно, когда приходишь, даешь задание, и ты знаешь, что ты можешь уйти, прийти, и это выполнено. Выполнено так, как нужно. И если у человека есть вопросы, он их задает. Если нужно где-то принять участие, если нужно где-то проявить какую-то активность, инициативу, если нужно где-то, ну, всякое же бывает, и задержаться на работе, то есть Светлана безотказный человек. Светлану Шитову на Калинковичском мебельном комбинате знают не только как хорошего профессионала, но и как активную участницу общественной жизни предприятия. Человек находит время, он не абсорбируется от общества, там не замыкается, вот семья, работа, дом, все. Нет, она находит время, действительно, поучаствует в общественной жизни. Даже вот последняя акция, мы собираем игрушки для детей из детских домов, тоже, конечно, принимают участие. Подарки собрать, где-то поучаствует в какой-то акции. Ну, активный человек, действительно, с активной жизненной позицией. О себе Светлана Шитова много говорить не любит. Она отмечает, это не совсем справедливо, ведь на комбинате каждый вносит свою лепту в общее дело. А когда есть взаимопонимание в коллективе, то и самому работать становится легче, и у предприятия дела идут лучше. Профессия воспитателя, бесспорно, одна из самых важных. Ведь именно в детском саду закладываются многие базовые знания, навыки и умения. Воспитатель – это не просто профессия, это призвание, образ жизни и состояние души. Нужно не просто бережно относиться к ребенку, а понимать его с полуслова, быть надежной опорой и настоящим другом. Именно таких принципов в своей работе придерживается Елена Бычковская, которая уже более 20 лет дарит малышам тепло и заботу в Яслисаде номер 9 города Мозыря. Когда работаешь с ребенком на уровне, то есть не выделяешь, что я взрослый, а ты ребенок, тогда очень легко. Тогда они принимают тебя как за своего, тогда они делают все, что ты скажешь. Мне, по крайней мере, легко. Любому ребенку нужен индивидуальный подход, и любой педагог может его найти. То есть у меня трудностей с детьми не было, хотя последние года воспитательские я работала именно в группе для детей с тяжелыми нарушениями речи. Ну, казалось, там дети идут со склонениями, но тоже проблем не было. К слову, Яслисад номер 9 города Мозыря, первое и единственное за два десятилетия место работы Елены Бычковской. За это время ей был пройден путь от помощника воспитателя до заместителя заведующего по основной деятельности. Желание связать свою жизнь с образованием появилось еще в детстве. И, как это часто бывает, на выбор будущей профессии повлиял пример в семье. Дедушка у меня был директором школы, бабушка была заведующей детским садом. Но они на селе, как говорится, жили. И решила продолжить. Да, бабушка, когда я была у нее на каникулах, очень часто брала меня в детский сад. Может быть, поэтому, как говорится, ну, есть мечта у ребенка, и моя мечта осуществилась. Коммуникабельность – одна из важнейших способностей воспитателя. Нужно уметь находить общий язык не только с детьми, но и с родителями, а также с коллегами. Елена Бычковская отмечает, в их коллективе редко бывают разногласия. И если они есть, то все всегда решается с помощью конструктивного диалога. Слаженная и дружная команда детского сада упорно трудится на благо своих воспитанников, стараясь в своей работе проявлять креативность и нестандартные подходы. Как правило, их задумки находят свое отражение не только в деятельности учреждения. Воспитатели принимают активное участие в различных конкурсах, по результатам которых часто становятся победителями. Объявляют какой-то конкурс. Коллектив у меня очень дружный, сплоченный. И, скажем так, что если надо, значит, работают все. Ну, как вот мне говорили по подготовке к этому конкурсу, как ты успела все это сделать. Я говорю, мои были только задумки. А дальше я знаю, кто на что у меня способен в коллективе. Значит, это делал это, это делал то. И таким образом получается слаженность коллектива. И получается, что везде получается очень хорошо. Сегодня детский сад не только красочный и уютный уголок, где ребята могут узнать много нового и интересного из мира литературы, сыграть в многочисленные настольные игры, поучаствовать во всевозможных увлекательных конкурсах и викторинах, проявить себя в оригинальных кружках по интересам. Это место, где прежде всего необходимо прививать основы безопасности. Работа нашей героини и ее коллег в этом направлении показательная. На базе нашего учреждения функционирует Центр основ безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста города Мозере. В рамках этого центра были разработаны для детей и для родителей различные пособия по данному направлению. Все стенды, которые вам представлены авторской разработки, лично придумала дизайн и на каждый стенд сочинила стихотворение. Ну, допустим, стенд по электробезопасности. И взрослым и детям давно пора понять, электробезопасность должны все соблюдать. Ну и так как экономика у нас в стране, это стоит тоже на высочайшем уровне, значит, следующая строчка, конечно же, будет и про это. Нужно экономить электричество всем нам. Энергонадзор большой скажет спасибо всем вам. Педагоги под руководством изготавливают пособия своими руками. Вот хочу представить одно из них, называется «Безопасный дом». Изготовила его Копинская Вероника Дмитриевна, воспитатель первой квалификационной категории. Позвонили в домофон. Вот в подъезд заходим мы. Электропровод лежит. Смотри, но к нему подходить опасно. Любому ребенку давно это ясно. В руки его ты не бери. 115, быстрее звони. Электрик вмиг примчится. Откроет электрощит. Так, у нас тут есть ключик у электрика. Откроет электрощит. И вмиг он все починит. Одно из главных условий при создании Центра основ безопасности – мобильность. Все учебные пособия можно использовать при занятиях в других детских садах. Воспитатели активно делятся опытом с коллегами, а те, в свою очередь, также оказывают посильную помощь. Разработан план нашего центра. В рамках этого центра мы проводим занятия в других учреждениях образования. Вот в этом году проводили мероприятие «Безопасный лес». Так, мы проводили его в трех учреждениях города. И наша школа, то есть наши первоклассники, приходили к нам. Скажем так, что дети очень были рады увидеть своих педагогов, потому что занятия проводили именно педагоги, которые выпустили детей в школу. В нашем центре размещаются не только пособия, которые изготовили мы, но и другие учреждения образования. Вот это пособие по электробезопасности изготовил седьмой детский сад. На Пхове они у нас размещаются. И детям очень нравится, что когда мы здесь нажимаем, значит, у нас реально появляется свет в окошке и на улице. Ну, и здесь представлено, как пользоваться электричеством, дабы не попасть в плохую ситуацию. Так, макет дороги и все здания, которые расположены, они, как говорится, несут региональный компонент. Потому что если взять детский сад, то подписано, что это ясный сад номер 9 в городе Музырье. Если возле нашего сада есть церковь, значит, и у детей здесь есть церковь. Железнодорожная станция тоже Музырь, дети все ее у нас знают. Магазин. Девятиэтажки у нас несколько, две, наверное, у нас девятиэтажки, и тоже они у нас здесь имеются. Ну, это для того, чтобы дети могли на местности. Конечно, конечно, да. Вот железная дорога тоже у нас здесь есть, железная дорога. И дети, вот это, оно, оно съемное, видите, оно берется, просто переносится в группу. Дети там могут с ним играться. Машинки могут отсюда не брать, потому что в каждой группе есть свои. Ну, а хотят, значит, берут эти машинки. И как результат колоссальной работы – признание на районном уровне. Коллектив «Ясли сада» номер 9 занял первое место на конкурсе по основам безопасности. Взяли все четыре номинации. Воспитатели рассчитывают на новый успех уже на областном соревновании. Шансы на победу, уверены, неплохие. Кар-кар-кар, у нас еще пожар. Елена Бычковская еще и автор книг. Правда, это не художественная или документальная литература, а методическая помощь для воспитателей. Когда работала еще воспитателем, вела кружок театральной деятельности с детьми. И наш детский сад был по экономическому воспитанию, по приказу районного исполнительного комитета. Ну, и я начала сказки перекладывать на экономический лад. И со своими детьми проводила. Получилось, у меня четыре сказки. И тоже отдел образования, ну, видел мою работу и порекомендовали к издательству. Вот так появилось мое первое издание. Второе издание – это уже по изучению деятельности воспитателя в учреждении дошкольного образования. Целью не было издать пособие, а было как-то, ну, облегчить себе труд. Разработала пособие, а оказалось, что понравилось и другим. Таким образом появилось второе пособие. Ну, а третье – вышла учебная программа новая. И педагогам было трудно распределить, в какой вид деятельности, какую задачу включить. Тоже разработала чисто для своих педагогов. А когда посмотрела, что работает с моими педагогами, значит, тоже решила издать, чтобы облегчить как-то и всем остальным в жизнь. У Елены Бычковской еще немало креативных творческих идей. И вместе с тем предостаточно искреннего запала для их воплощения в жизнь. А значит, новых проектов ждать долго не придется. Планирую. Планирую писать. Почему? Потому что Центр основ безопасности предполагает, что каждый раз мы должны с чем-то новым выезжать в учреждение образования. И поэтому, да, следующее уже. Ну и, как я сказала, что так как люблю все в стихотворной форме, потому что так легче запоминать детям, легче героям постановки выполнять. Значит, следующее, вот к весне будет следующее мероприятие тоже написано. Ну и так дальше. Стены рабочего кабинета Елены Бычковской заполнены всевозможными дипломами. Самая ценная награда – грамота от Министерства образования. Однако главное для Елены Георгиевны совсем не это. Куда важнее изо дня в день видеть радостные улыбки детей и слышать их звонкий смех. Порой творчество не имеет границ, оно становится смыслом жизни, а люди, влюбленные в этот захватывающий процесс, стремятся раствориться в нем целиком без остатка. Не помеха тому ни домашние хлопоты, ни ежедневная суета, ведь любимое дело – это то, что вдохновляет и придает сил. Героиня нашей программы Наталья Кочура с активной творческой жизнью связана неразрывно. Она умело совмещает роль заботливой матери троих сыновей с ответственной руководящей должностью. Наталья Кочура начинала свою деятельность в отделе культуры Калинковического райисполкома. Сегодня в родном районе возглавляет Дудичский центр народного творчества и ремесел. Учреждение насчитывает 11 клубных формирований. Центр посещают около полусотни ребят. Это юные жители агрогородка Дудичи и близлежащих населенных пунктов. Здесь для школьников проводятся как увлекательные занятия в кружках по интересам, так и многочисленные культурно-развлекательные мероприятия. К слову, различные творческие перформансы в исполнении сотрудников Дудичского центра охватывают не только детскую, но и взрослую аудиторию. Подготовка к мероприятиям, конечно, занимает очень много времени. Очень много времени для того, чтобы мероприятие было достойно, и чтобы было не стыдно, скажем так, выйти на сцену, конечно же, надо готовиться. И готовиться немало. Это и костюмы, это и сценарные материалы, и репетиции, и работа над образами. Это всего очень много. Очень всего много надо. Конечно, эта работа захватывает, конечно, это очень все сплочает коллектив. Сегодня мы уже, если нам надо делать некие поделки, сувениры, то мы уже, как сказать, конвейером делаем. Один быстренько шьет, второй украшает, третий пришивает, четвертый приклеивает. Мы так быстро-быстро-быстро по кругу, и у нас получается все очень плодотворно, выгодно и здорово. Еще одно любимое направление деятельности как самой Натальи Кочура, так и всего коллектива Дудичского центра народного творчества и ремесел – музей сельского быта. Традиционная печь, дровяной самовар, тканы и рушники и различные предметы, и кухонные утвари переносят посетителей в колоритную атмосферу размеренной деревенской жизни. Это наша тоже ценная такая, такой экспонат. Мы делали сами вешалку, вот эти рушники – это вся ручная работа. Это наших бабусов деревенских, скажем так, они нам достались в наследство, нам, можно сказать, добрые люди отдали в добрые руки, и вот мы их бережем, мы их стираем, отбеливаем, стараемся их сберечь, сохранить, чтобы еще хватило на следующее поколение. Ну и, конечно же, самый важный, самый ценный экспонат в нашем музее – это вот этот ткацкий станок. Мы его также собирали, переносили своими силами. Когда приходят дети к нам в музей на экскурсии, и у нас наш худрук, Наталья Михайловна, нестремская, она их садит непосредственно за сам станок, показывает им, как ткать, дает им самим поткать. Детям очень нравится, они с интересом, во-первых, ну такая машина, это же целый компьютер для них, что столько ниток, педальки нажимаются, все это двигается, все это в движении, кроссинки, все это, им, конечно же, это все интересно. Узнав о музее сельского быта при Дудичском центре народного творчества и ремесел, люди подключились к созданию экспозиции. Одни экспонаты сюда передаются в дар неравнодушными жителями родного агрогородка и района, другие и вовсе поступают из соседних областей. Коллекция стремительно пополняется уникальными предметами, которых, пожалуй, даже в современном деревенском обиходе уже и не встретишь. А выставочное пространство тем временем требует все больших масштабов. В планах сделать какие-то стеллажи, чтобы это все красиво расставить, потому что мы уже не вмещаемся в наш музей, они у нас стояли там. Теперь мы их перенесли сюда, потому что нам пока не хватает места, а экспонаты, слава богу, у нас увеличиваются. Мы, конечно, стараемся и подписывать, и все, потому что уже таких слов, как «навой», «надшелки», «ступа» уже дети не знают, уже некоторые взрослые не знают таких слов. Музей сельского быта лично для Натальи Кочура, как и для большинства ее сотрудников, своеобразная ностальгическая душина. Экспозиция символизирует обращение к своим родным истокам и словно возвращает, пусть и на короткое время, в незабываемые для каждого человека мгновения беззаботного детства. Ностальгия огромная, потому что и еда из печки, мамина, бабушкина, уже, к сожалению, мы сегодня не в каждом доме из печь, и не всегда мы уже своим детям можем дать попробовать той еды, которую кушали мы. А вкуснее ее любой вам скажет, да, что вкуснее еды из печки нету, вкуснее чая из самовара нету. У нас даже есть самовар, мы, когда выезжаем на день города, мы его берем с собой, чтобы греться на лучинах, вот этот сапогом. У нас есть такой действующий самовар, мы в нем делаем чай. Ну, разве может быть вкуснее чай, который пахнет дымком? Это, конечно же, все пахнет детством, нашим детством. Ну и мы, со своей стороны, конечно же, стараемся вот этот кусочек нашего детства передать нынешним детям. Тяга к искусству у Натальи Кочура пробудилась еще в юные годы. Она пробовала себя в вокальном, театральном и художественном направлениях. К слову, и сегодня наша героиня успешно реализует свои таланты. За плечами ряд авторских выставочных проектов. Кроме того, она активная участница вокального ансамбля «Калиновый цвет» и одна из ведущих актрис театра народного юмора «Веселые аутюковцы» Калинковического центра досуга. Еще в то время, когда я работала непосредственно в городе Калинковичи, в методическом центре, вот, конечно же, заметили, кто я и что я. Ну и, конечно же, пригласили сразу, сразу же как-то меня пригласили в театр. Мы начали репетировать, потом вот как-то ко мне привязалась одна из ролей продавщицы, продавицы аутюковского, аутюковского сельпо, скажем так. И вот как-то вот как-то привязалась эта роль, и ну и все, и все, и пошло, и пошло, и пошло. Вот как бы я в этом образе уже много мы постановок сделали, потом начались уже новые образы, вот, ну и сегодня уже у меня уже разные образы. У меня я в монологовом жанре уже работаю в театре, то есть я уже одна на сцене выступаю, и в том числе и в составе всего театра. Вокальный ансамбль «Калиновый цвет» Дудичского центра народного творчества и ремесел, в котором состоит Наталья Кочура, коллектив, востребованный и любимый публикой. Он объединяет в своих рядах шесть работников учреждения. Все они – настоящие артисты, открытые к достижению новых музыкальных вершин. Вокальный ансамбль «Калиновый цвет» радует людей своим творчеством вот уже 10 лет. Он неизменный участник всех районных концертов, праздников деревень, областных и республиканских конкурсов, фестивалей и мероприятий. Благодаря ярким и колоритным номерам коллектив получил известность не только в родном районе, но и далеко за его пределами. Богатый репертуар, включающий песни разных жанров, шлягеры и хиты, завоевал любовь и симпатии зрителей многих населенных пунктов. Изначально это был фольклорный коллектив, но потом мы решили расширить диапазон, чтобы были более красочные песни, разные произведения, так как мы ездим по малонаселенным пунктам, по району, по области, и поэтому хочется более обширнее показать свое умение в пении. Люди очень рады, очень довольны, и некоторые приглашают именно нас по несколько раз, хотят видеть именно наш коллектив. Мы очень благодарны и с удовольствием никогда не отказываем ездить всегда в любой населенный пункт. Песни «Не грусти, Калина», «Цыгане», «Птица счастья» стали визитной карточкой коллектива. Своим творчеством вокальный ансамбль «Калиновый цвет» заряжает людей оптимизмом, заставляет взволнованные радостью сердца биться в унисон и искренне рукоплескать любимым артистам. Субтитры создавал DimaTorzok